Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася и у меня новый формат видео. Сегодня я возьму интервью у девушки, которая родилась в Америке, но она говорит на русском. Ее родители из Украины. Это Лиана. Она со своим супругом Димой держит магазин икры. Там не только икра, там еще пельмешки, вареники, лобстеры. Дима приехал из Украины тоже, как и родители Лианы. Но живут они уже давно в США и конкретно в Нью-Йорке, в Бруклине. Сейчас все сами увидите. Вот видите, они на заднем плане собирают деливеры, ну то есть доставку. И что интересно, вы услышите, как говорят люди, которые родились в Америке. Лиана здесь в США родилась, и она одновременно говорит на русском и на английском. И Лиана очень часто смешивает эти два языка, особенно когда говорит с русскоговорящими. Она начинает на английском, продолжает на русском, потом снова переходит на английский, и она этого не замечает. Многие люди спрашивают, как ты разграничиваешь у себя в голове языки, когда ты говоришь на русском и когда ты говоришь на английском. А на каком языке ты думаешь? Так вот, люди, которые родились в Америке и с детства знают два языка, как правило, одновременно думают и говорят и на русском. And on English language too, like that. То есть именно так примерно и происходит и в голове, в том числе. Люди просто не разделяют русский и английский. Разумеется, когда необходимо, они говорят чисто на русском или чисто на английском. На английском это flutely. И если никто конкретно не просит говорить только на русском, то человек может говорить на смеси языков в своей компании, когда человек владеет двумя языками. И это очень интересно смотрится, потому что я такое в Америке вижу постоянно, когда люди говорят одновременно на двух или трех языках, и они смешивают эти слова. Я помню, когда-то я работал портером в Дом управления, можно сказать, по-русски разнорабочим, и у нас были два брата. Они выглядели как два близнеца, но у них разница была в несколько лет. Но так вот получилось, что мама родила двух братьев, чуть ли не близнецов с разницей в несколько лет. И они одновременно говорили и на испанском, и на английском, и на иврите. И несколько-несколько языков они просто смешивали. Причем, краем уха, они немножко понимали даже русский язык. И это очень интересно со стороны смотрится, когда люди смешивают языки. Это выглядит интересно. И для меня, как для человека, который в России знал только русский язык, это очень необычно. Потому что, когда я смотрел на людей, которые знали одновременно русский и башкирский, еще и казахский, например, то я просто восхищался. Я, например, не знаю одновременно два чистого языка. И сейчас будет у нас интервью. Я буду пробовать черную икру, на камеру, разумеется, но как без этого. И мы с ней будем обсуждать и вспоминать интересные моменты из нашей жизни. И напишите в ваши комментарии, как вам такой формат видео. Зато у нас сейчас слышно. Здравствуйте. Hello. Hi. Такое число, как только азианты вот это делают в Америке. Да, да, да. Я тоже всегда. Они тоже это постоянно делают. Такая. Все время про прическу забываю. Я поэтому ношу шапочки. Особенно вот эта Christmas шапочка. Это моя любимая. Многие тебя спрашивают, что ты носишь ее. Это удобно. Это удобно. Мне не нужно причесываться. Я просто одеваю эту шапочку и веду передачу. То же самое. Наоборот, на улице холодно. Ты все равно на улице одеваешь шапочку. А когда снимаешь ее, когда ее снимаешь, получаются волосы все. Ну и у девочек, и у мальчиков все растрепанные в других сторонах. И у меня, и у тебя, и у Дима у всех. Здравствуйте. Я кому-то это рассказываю. Слышно, надеюсь? Ку-ку. Так видно? Да. Ты специально хотел так аут сделать? Да, да. Потому что иначе видно будет только ложечку чайную. А, да, серьезно? Да, да. А что мне мешает? А что мне мешает? Да нет, я же тебя снимаю. А, можно прям так? Ну да, что такое? Так как я буду тебя снимать, как ты пробуешь? Ну да, почему бы нет? Ну да, вот. Или можно поставить, чтобы просто у тебя было видно? Давай. Ку-ку. Надеюсь, слышно. Видно? Я не знаю. Я тут еще оберада. Ку-ку. Привет. Привет. Сейчас пробуем черную икру. Пробуем черную икру. Это у нас Калуга Квейн. Вкусненькая. У меня вот такую ложечку. Дякую. Я ничего не понимаю в этом. Сразу поймем. По вкусу. Вкусно. Хорошая, да? Как бы ты describe этот вкус? Не похож на красную икру. Чем-то напоминает. Чем не спутать. Я не знаю, с чем сравнить. Да. Терпкий такой приятный. Да, кремовый. Как бара. Может быть, да? I'm glad you like it. Попробуем. Всем советую черную икру. Спасибо. Клево, спасибо. Вкусная. Я объясню тебе хотя бы. О, давай расскажи, что-то как тут. Что-что? Ну, про икру расскажи, интересно же. О, давай. Я в икре ничего не понимаю. Значит, записывай. Да, да. Микрофон. Да. Микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Лиана. Кавиар Маркет. Я вам сейчас покажу очень вкусную черную икру. Наша самая популярная. Самая creamy, buttery, naughty. It like melts in your mouth. Sorry, had to go into English to describe this one. I don't think this can be properly described in Russian the right way. It is such, such good caviar. You have to come and try it here. So, if you're ever in the area, come and try the caviar. We have samples available for you. И все. Можешь, кстати, последнюю часть, когда я начала триндеть на английском, можно все это вырезать. Да ладно, кто-нибудь что-нибудь понял, все равно обязательно. Меня смотрят англоязычные. Давайте. Я в икре ничего не понимаю, поэтому... Икра, кстати, правда, очень вкусная. Спасибо. У нас много разных видов икры, потому что у всех разные вкусовые клетки. Есть два вида американских икры. Есть американский осётр и кошерная неосетровая икра. Да что такое есть? Она натуральная и вкусная, и очень дешевая. Можно 100 грамм взять за 39 долларов. Из импортс у нас есть стерлядь, есть калуга из три разных видов, и есть империал, самая-самая лучшая икра. В каждом зёрнышке будет глазик, и вы увидите этот глазик. Он на тебя будет смотреть, как Яша смотрит камеру. Ну вот, и всё. Надеюсь, что-нибудь слышно вообще? Ну я надеюсь, да, но если нет, то это окей. Меня точно слышно. Это окей. Это нормально. Лично для тебя. Я вам дам попробовать вот этот бофен. Мне он, кстати, очень-очень нравится. А если честно, я икру всего пару раз в жизни пробовал чёрную. Я в них не особо разбираюсь. Не разбираюсь. Потому что в России чёрная икра стоит, как иногда маленькая банчка, как пенсия за один месяц у бабушки. Она гораздо дороже в России, чем здесь. А почему все... Ну... Хочу. Ну вот это я с удовольствием. Я сейчас хочу спросить про икру. Это магазин икры, и какую икру стоит брать, где какие виды. Здравствуйте всем, с праздником наступающим. Меня зовут Лиана Кевер Маркет. Я вам всё объясню про красную икру. В красной икре есть очень много разных опций. Есть разные рыбы. Например, кизуч, есть кита, есть некра, есть горбуша. У нас лично есть горбуша и кита. Кита самые большие зёрнышки имеют. Икринки. Я имею в виду. В каждой икре есть качества, есть сорты. Например, из производителя Питер Пен, очень знаменитый производитель, есть более четыре качества икры из одинаковой рыбы-карбуши. У нас есть первое и второе качества. Например... Первое качество у Питер Пена всегда имеет зелёная наклейка. Если наклейки нету, тогда наклейку сорвали. И вас пытаются обмануть. Всегда должна быть наклейка на каждой упаковке Питер Пен. Она если не выглядит вот так, тогда будет выглядеть вот так. Соранжевый – это второй сорт. Третий сорт, чтобы вы все знали, это сиреневая наклейка. А четвёртый сорт – это чёрный. Лично я чёрный никогда не видела, но и не стоит его брать, могу так легко сказать. Сорты отличаются и цвет зёрнышки, и размер, и качество, сколько там соли. На видео не знаю, если вы заметите, но эти две сорта из одинакового производства, из одинаковой рыбы, отличаются и в размер зёрнышки, и в цвет. Следующая есть у нас ещё китовая икра. У них самые большие зёрнышки. Вот я открою, чтобы вам было видно. Вот китовая икра, огромнейшие зёрнышки. И это производство мне очень нравится, потому что они не ложат любые консерванты в свои кле. Это натуральная икра, там только икра и соль. В Питер-Пене многие не знают это, но там ложат консерванты. Это неплохо, это просто... Как это? A way of preserving the caviar for a longer period of time. Поверим на слово. Поверим на слово, да, на русском не смогла. Да, вот. И здесь вы найдёте ingredient list, очень внимательно наблюдайте над этим. Здесь написано sodium altate и sorbitol. Это консерванты, которые дают вам возможность держать икру в холодильнике более двух недель. А икра, которая без консервантов, свежая, натуральная, будет лежать более 7 дней в холодильнике. Но можно держать в мороженом виде и хранить её. От 1 до 2 года. Вот, например, эта компания, эта икра, произведена была в июль 22 года. Её expiration date пишут здесь, июль 24 года. Это в замороженном виде именно, она так может храниться до 24. И, надеюсь, это как-то вам поможет сделать правильное и образованное, как бы, может быть, это неправильное слово, умное решение насчёт вашей покупки икры. Спасибо. Скажи эту фразу, которая всех без, как это будет по-русски? Как это будет по-русски? Да. Я сам это иногда говорю. Ну, после нашего маленького adventure все-все-все будут понимать всё про икру. Я с удовольствием всех научу, так как и меня научили тоже. Ты же в Америке родилась, да? Да. Смотрите, русский выучила здесь. Спасибо. Очень приятно, конечно. Родители с Украины? Да, родители с Украины, вся семья. И девушка сначала выучила русский язык, потом выучила американский английский. То есть билингва? Байлингва. Байлингва. Да, чуть-чуть испанского тоже есть, но не так хорошо, как на русском. Я по-испански умею только здрасте и материться немножко. Материться мы на каждом и таки имеем. Даже на китайском я могу на арабском еще обматерить всех, но есть такое. Я на узбекском умею ругаться. Серьезно? Да. Я сначала начал здесь работать в Америке с узбеками, и меня первым делом научили ругаться на узбекском. Это опасно, смотря кому. Смотри, кому ты это... Некоторые люди меня зовут Вася Джан. Вася Джан? Да. I'm familiar with this. Мы тоже пользовали Джан. С праздником всем! Да, всех с праздниками! Тут мне много людей смотрят. Всех с праздниками! С праздником всем! Любим вас! Это мои хорошие знакомые. Я уже давно знаю, кстати. Пару месяцев, да? Да. В ТикТоке, по-моему, давно знакомы. Я тебя давно уже в ТикТоке видел. Наверное, 9 или 10 месяцев мы знакомы через ТикТок. Да, потому что я помню, по магазину икры я что-то как-то мелькала. Да, и мы общались, и вот первая встреча. Дубль-два, к сожалению, записалась слоу-мо. Это, надеюсь, нормально хотя бы. Иногда перескакивает. Оно как бы двигается. У меня уже старенькая тут штука эта. Да я поправлю, если что. Слушай, как американцы к икре относятся? Красный, к чёрной? Говорят, что американцы не понимают икру. Это очень интересная тема. Я вас удивлю, конечно. Американцы очень хорошо разбираются в икре. Кстати, может быть, и лучше, чем какие-то русскоязычные люди. Американцы в основном кушают чёрную икру и хорошо в ней разбираются. Они ищут качественную икру. Им не так сильно волнует цена и где они покупают. Им важно качество, чтобы вкусно было, и они ищут хороший экспириенс от этого. Они хотят там ложечки, подарочки, блинчики. Они прям даже в блинчиках разбираются, и они кушают оладушки наши и называют их блинчики. Кушают икру чёрную с крем фреш. Это такое типа масло, можно так объяснить. Красную икру, они интересно относятся к ней. Они называют красную икру не red caviar. Такое на английском нету. Они называют это fish eggs, ну, как бы, икура, можно так сказать. Правильно. По-японски. По-японски, да. Американцы любят быть politically correct. Они не называют красную икру red caviar. Они говорят икура. И они её тоже кушают и очень любят. Ну, как-то так. Я интересную вещь про красную икру слышал. У меня знакомый в Таиланде очень долгое время жил как экскурсовод. Сейчас он уже в Сан-Франциско живёт. И он рассказывал. Он как-то тайцам принёс попробовать красную икру. У них традиционно, которые наши красные икры, не используются. Они только вот микроикринки для роллов используют. И они попробовали эту красную икру. Они говорят, как вы это извращение едите. Взяли сладкую варёную сгущёнку, смешали с красной икрой солёной и ели. Говорили, вот это вкусно. Ребята. Это за что взял, а то продал знакомый, который там жил в Таиланде несколько лет. Рассказывал. Это жёстко. Вот иногда айфон, он включает slow-more режим, и тогда это белое колечко, вот оно вот здесь вот так вот крутится. Я такого ещё не видела. Я сейчас вам покажу всё интересного, что у нас есть наименование. И начнём с мясных продуктов. Мясо мы только добавили, это новое. Мы раньше только имели чёрную и красную икру, а теперь начали с мясом. Вот здесь у нас говяжий томагав из Никарагвы. Сейчас на скидке по дистрибьюторские цены для всех. Мы продаём по 14 долларов паунд. Это дешевле, чем Коско, дешевле, чем где-либо. Также у нас есть телячий томагав из Голландии, камрлёный молоком. Очень-очень вкусный. Это по 40 долларов паунд. Есть ещё вагу стейк, австралийский. И челохач, это рэкавлем. Тоже подистрибьюторская цена, 14 долларов паунд, только на праздники. Также у нас есть халал-продукты. Есть у нас перепёлки. Есть маленькие. Ну, не совсем такие маленькие, но есть ещё крупнее. Я думал, это бёдра куриные. Очень хорошенькие. Квеллс на английском. И что ещё? У нас есть очень вкусные лангустины. Они из Бангладеша. Они как шримпики, но намного крупнее. Сейчас вам покажу, чтобы было понятно. Посмотри на эти огромнейшие лангустины. Очень вкусные. Здесь два паунда, и паунд стоит 20 долларов. Вот такие вкусняшки мы всегда добавляем. Каждый месяц мы добавляем новые продукты. Вот недавно мы добавили гребешки. Это как кинг-скаллоп, можно сказать. Можем их разделить для вас, если надо быть. И вот ещё кролик. Без головы, конечно, целый кролик. Халал. И 9,99 паунд. Недорого у нас, конечно. И есть всякие продукты от Олежки, замороженные, для быстрого приготовления. Есть какие-то по-киевски, с грибами, люля скоро будет, и сырники у нас, вишни и обычные. А также мой любимый продукт, это наши пельмени. Почему я их люблю? Они вкусные, они не распадываются. Это самое главное. Когда варишь пельмени, они не должны распадываться. Там должно быть побольше мяса и меньше теста. И вот почему наши пельмени самые-самые лучшие, и цена правильная. В каждой упаковке 3 паунда по 13,99 за упаковку. Это выгодно для семью и выгодно даже для ресторанов покупать. У нас 4 сорта. Есть сибирские, куриные, телячьи и лэм. Как это лэм? Говорится на русском, мы попозже узнаем. Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потом у нас есть ещё вареники, нас попросили, и мы их получили, есть с сыром, ну, с творогом и картошкой в той же самой цене и вес, а также есть тоже утиные продукты, вот здесь. Мы используем Hudson Valley для всех наших утиных продуктов, потому что они sustainable, как они относятся к уткам и как они их кормят, это считается самой sustainable методикой в Америке, и они находятся в Upstate. У нас есть вот такие огромные упаковки утиных ножек для семью, здесь 5 или 6 ножек по 11 долларов за паунд, и, чтобы вы поняли, ножки в размеру, как рука или человеческая нога, они небольшие. Получилось! И также из утиных продуктов у нас есть утиная салями, она смешанная с говядиной и со свининой, и также есть с труфелем тоже. Есть утиная грудка замороженная и копчёная, есть ещё копчёная грудка нарезанная, это особенно очень сильно дети любят, почему-то. Она очень вкусная, им идёт. И ещё один халал-продукт у нас это бастурма, это говяжьи кусочечки, нарезанные со специями. Для любителей у нас тоже есть фуагра, это печень утиная, и она большая кусочек, можно дома приготовить, очень вкусненько. И поесть её не в ресторане. В этом печень утина? Да. В ресторане они вам дадут маленький-маленький кусочек печени, и очень-очень дорого стоит. У нас печень из Хадсон-Вали и 59 долларов за паунд, а в упаковке приблизительно полтора паунда. А также у нас есть огромный ассортимент сала. Сало есть с Украины и из Испании. Есть со специями белая мягкая шкурка, есть белая твёрдая шкурка с Украины, есть с мясом с маленькой прослойкой, как, например, вот такой кусочек и со специями, есть такие громадные кусочечки, и, конечно, с мясом с огромной прослойкой мяса, вот такой кусочек сала. Очень вкусный, прям тает во рту. Это испанское сало, которое кормили чёрных свиней жлюдями. Отрежешь это, это Дима на части, я не буду говорить. Прямо отрежь, прямо отрежь. И да, вот это приблизительно всех наших продуктов. А так, конечно, у нас есть и чёрная, и красная икра в ассортименте. Есть американская, и есть из всяких разных стран. Есть в красивых французских баночках, запаянные, и есть в стандартных малосольных икорных баночках. Очень вкусная икра. И последнее, что я хотела бы показать вам, это новый продукт, который мы только получили. Это лабстер тел. И чтобы вы поняли, вот такой размерчик мы все привыкли видеть. Он большой и очень вкусный. Но самый интересный, это вот этот кусочек, который мы только получили. Это самый большой кусок, который я когда-либо в жизни видела. И он больше, чем человеческая голова. Очень-очень вкусно, очень хорошие цены. Заходите, ребята. Американцы как бы не ищут самый лучший дел, а они ищут самую лучшую икру, самый лучший вкус, самую натуральную икру. И чтобы им подходила прям целый экспириенс. Вот когда американец идёт покупать икру, они как бы ищут этот экспириенс. Чтобы зайти в магазин, чтобы обслуживали их, относились вежливо, объясняли им. И вот так как бы. Вот такой поход был в магазин икры. Оказывается, у них не только икра, а много всего интересного. В общем, с вами был Вася из Нью-Йорка. И у меня это был новый формат видео. Я говорил с людьми. Она выросла, Лиана, в Америке. Её супруг Дима, он из Украины, тоже родом. Но здесь уже тоже очень давно живёт. И вот так интересно говорят люди, которые родились в Америке и говорят на двух языках одновременно. С вами был Вася из Нью-Йорка. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока.